Елена Вилонова – мама со стажем. У нее уже есть двое детей, старшему 6 лет, средние 4 года. А на днях появилась еще одна красавица-дочка, которой всего два дня. Елена не понаслышке знает, что грудное вскармливание – лучший антистресс для мамы и ребенка, ведь кормить грудью она продолжала до года. Во-первых, это экономично, это полезно для ребенка, там содержится все необходимое. Если смесь, она все-таки однообразна, получается, ребенок каждый день ест одно и то же. То грудное кормление, оно зависит от того, что получает мама, и, соответственно, его питание тоже разнообразно. Ну и плюс, это, конечно, иммунные свойства грудного молока, они никуда не деваются. Третье – это очень хороший антистресс для ребенка, для мамы. То есть, если ребенок плачет, волнуется, все, есть средства. Елена признается, что, несмотря на большую семью, вопросы по грудному вскармливанию до сих пор остались. Теперь решить их стало проще, ведь на базе перинатального центра в новом режиме заработал Центр поддержки грудного вскармливания. Показываю теоретическую помощь. Мы подготовили специальное вот такое пособие для кормящих мам. Теперь лежит в каждой палате очень подробно. Описаны все основные рекомендации по грудному вскармливанию. Здесь же есть номер телефона, который круглосуточно со мной. Мамы могут звонить и обращаться по всем своим вопросам. Также ведется амбулаторный прием, то есть любая резанка может записаться на консультацию. Мамам показывают, как часто нужно кормить ребенка, какие позы будут наиболее удобны, как избежать нехватки молока и многое другое. Консультации очень подробные, они идут больше часа. У людей должно быть понимание, что кормление грудью – это абсолютная норма. То есть грудное молоко – это единственное нормальное питание для младенца. Все остальное – это всегда какая-то альтернатива, это всегда заменитель не самого лучшего сорта. Кормить грудью нужно не меньше года, однако часто женщины прекращают это делать намного раньше, потому что сталкиваются с множеством сложностей. Одна из самых распространенных – болезненные ощущения. Когда ребенок при захвате груди сильно или сильно сдавливает ее, или как-то неправильно располагается грудь во рту у ребенка, это создает для мамы сильные болевые ощущения. Иногда действительно это субъективно очень больно, слезы из глаз. На этом фоне мамы иногда отказываются от грудного вскармливания. Наша задача – вовремя выявить причину. Консультации проходят в перинатальном центре по будням с 8 до 3 часов абсолютно бесплатно.